День памяти героев небесной сотни, третья годовщина трагических событий на Майдане. К местам расстрелов активистов в Киеве несут цветы и лампадки. 20 февраля 2014 года на Майдане был пик противостояний самой кровавой на улице Институтской. По данным генпрокуратуры погибло 48 митингующих. Около сотни были ранены. В целом революционные события зимы 2013-2014 годов унесли жизни более 100 активистов Майдана. 20 февраля. Власть объявляет перемирие. Но в это никто не верит. Силовики продолжают бросать в людей светошумовые гранаты. К ним крепят гвозди и другие подобные предметы, чтобы усилить их поражающую мощь. Демонстранты, в свою очередь, продолжают жечь шины. Отвечают пиротехникой и коктейлями Молотова. Еще ночью милиция перекрыла заезды и подходы к центру города. Попасть на Майдан можно только со стороны Бессарабской площади. Активистов, тем не менее, становится все больше. Люди едут со всей Украины. Около пяти дня метрополитен восстанавливает работу. Однако главные станции все еще закрыты. Главные бои разворачиваются на Институтской. Люди пытаются удержать позиции и баррикады под напором Беркута и беспощадным огнем снайперов. Число павших от огнестрельных ранений стремительно возрастает. Снайперы засели на крышах кабинета министров Национального банка отеля «Украина». Огонь ведут на поражение. Ужасные кадры расстрелов на Институтской облетают весь мир. Силы не равны. Против вооруженных до зубов подразделений силовиков у активистов самодельные щиты, палки и коктейли Молотова. Однако отступать Майдан не собирается. К вечеру режим Януковича фактически капитулирует. Пол-одиннадцатого вечера Верховная Рада своим постановлением обязывает кабмин и силовые структуры немедленно остановить применение силы против демонстрантов. Также парламент возвращает действия Конституции 2004 года. Победа досталась дорогой ценой. 20 февраля в противостояниях погибло официально 47 активистов. Четыре сотни раненых попадают в больницы. Среди пострадавших и 46 журналистов. Песня «Плывая кача». На следующий день почти сотню погибших за все время революции достоинства майдановцев официально признают жертвами. Позже им присвоят звание Героев Украины. В народе их назовут «Небесной сотней», а ее символическим гимном станет песня «Плывая кача». Это любимая композиция одного из первых погибших за европейское будущее Украины белоруса Михаила Жизневского. Песня «Плывая кача» Песня «Плывая кача» Песня «Плывая кача» Любовь за дорожное. Юэй Ти Ви. В Михайловском Златоверхом соборе по погибшим три года назад активистам отправили панихиду. Храм во время революции достоинства стал перестанищем для многих участников протестов. Молились за героев и помощь всем украинцам в защите страны. Благодаря героическому подвигу погибших украинцы осознали себя великим народом, подчеркнул президент. Имена пятерых самых молодых Героев Небесной Сотни будут увековечены в именных государственных стипендиях для молодежи, сообщил Петр Порошенко во время встречи с семьями Героев Небесной Сотни. Заявил, важно, чтобы о них не забывали никогда. Несколько дней назад начали процедуру разработки проекта «Мемориала памяти героев». Я предложил, чтобы эти стипендии были в память пяти самых молодых по возрасту погибших участников революции достоинства. У Стима Голоднюка, Назара Войтовича, Юрия Поправки, Романа Гурика и Дмитрия Максимова. Считаю местным установление таких стипендий в учебных заведениях, где они мечтали учиться. Погибшему на Донбассе Василию Слепаку президент Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины. Известный оперный певец Василий Слепак 19 лет жил и работал во Франции. Но с началом российской агрессии бросил европейскую карьеру и вернулся защищать родину. Сначала помогал военным, как волонтер, позже отправился на Донбасс. На передовой получил позывной «Миф», сокращенно от «Мефистофеля», которого он играл в опере. Погиб в июне прошлого года от пули снайпера возле Луганского, это в Донецкой области, с почестями похоронен на Лычаковском кладбище. За время войны огонь боевиков разрушил в Авдеевке более тысячи жилых домов. Эти цифры обнародовала вице-спикер Верховной Рады Ирина Герасченко. В многострадальном городе она побывала вместе с депутатом Европарламента Ребеккой Хармс. Действия захватчиков называла дерзкими и жесткими, а украинских солдат, которые защищают мирное население, мужественными героями. Ребекка Хармс в зоне АТО не впервые, но в этот раз поражена особенно. Авдеевка под огнем ежедневно. С начала обострения 29 января боевики разрушили здесь более трех сотен домов. Погибли мирные жители. Начиная с моего первого визита в Славянск в 2014 году, когда война была в разгаре, люди просили обеспечить им нормальную жизнь без боевых действий. Но, как мы видим, даже сегодня, три года спустя, нормальная жизнь разрушается этой войной. Вместе с депутатом Европарламента вице-спикер Верховной Рады Ирина Герасченко. Говорит, приехали на Донбасс проверить соблюдение соглашений. Ведь еще 15 февраля на встрече в Минске стороны договорились прекратить огонь с 20 числа и отвезти тяжелую технику. Как нас информируют местные власти военные, обстрелы ночью, к сожалению, были. И провокации идут, но определенное перемирие есть. Оно дало возможность провести ремонтные работы. К полудню понедельника частично восстановили подачу электроэнергии, воду подают по графику и продолжают разгребать завалы. Мы шокированы последствиями этих обстрелов. Тогда шла конференция по безопасности. Так цинично говорили о безопасности на востоке Украины. А в это время гибло местное население. Дома обстреливали из танка, пострадали подростки. Слава богу, остались живы. Очень важно, что наши международные партнеры могут увидеть, что происходит на Донбассе собственными глазами. К вечеру понедельника запланированный отвод сил и средств от линии соприкосновения так и не состоялся. Любовь Задорожная, Юэй Ти Ви. Позиции сил АТО у Авдеевки и сам город – это одна из горячих точек на Донбассе. Украинская сторона фиксирует обстрелы со стороны боевиков и их последствия. Очередные фото доказательства представила Минобороны Украины на снимках то, чем обернулась для мирных жителей Авдеевки российская вооруженная агрессия. На минувшей неделе не было ни дня тишины. Украинских армейцев обстреливали по несколько часов подряд. При этом пророссийские силы использовали запрещенное вооружение, минометы, артиллерию, танки. В четверг из-за обстрелов погиб мирный житель, двое получили ранения, три дома повреждены. В пятницу снаряды попали в два жилых здания. Двое людей получили травмы. В субботу у Авдеевки произошли боестолкновения и попытка наступления. Боевики выпустили более 300 мин и 70 танковых снарядов. Новая в деле украинского журналиста Романа Сущенко. ФСБ не приняли справку от глав управления разведки Минобороны Украины о том, что корреспондент Украинформа службу там не проходил, сообщил адвокат украинца Марк Фегин. Защитник подчеркнул, только международное давление может повлиять на российские власти. Сущенко уже почти пять месяцев находится в СИЗО. В сентябре прошлого года его арестовали в Москве, обвинив в шпионаже. Назвали кадровым сотрудником украинской разведки. Журналист обвинения отбросил, никогда там не служил, о том же официально заявили и в украинском главу управления разведки Минобороны. ФСБ же не предоставило доказательств якобы шпионской деятельности журналиста. Мы на этом прощаемся и уже готовим для вас следующий выпуск новостей. Оставайтесь с ЮЭТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова